Чем жила Франция в 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого века, можно увидеть на рекламных плакатах. Шоколад, одежда, бытовая техника. Судя по тематике большинства агиток, к алкоголю и курению в то время относились намного лояльнее. Так, на одной из афиш изображен курящий ребенок. Рекламщики уверяли, такой товар полезен якобы даже младенцам. В 60-е годы во Франции дизайнеры начали активно использовать в рекламе известных персонажей и исторических личностей. Например, Наполеон рекламировал холодильники, велосипеды и даже камины. В рекламе камина изображен Наполеон. Видя этот плакат, люди понимали, печка настолько хороша, что могла бы согреть даже французскую армию, суровой русской зимой 1812 года. В экспозиции выставки больше 50 афиш, рекламных вырезок из газет, этикеток от напитков и сыров. Выставку уже увидели в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В Самаре французскую рекламу показывают в рамках фестиваля «Французская осень». Все плакаты отобраны из коллекции Парижской библиотеки Фарни. Они в юмористической форме представляют историю Франции, начиная со времен галлов и до наших дней. Основная задача этой выставки образовательная для того, чтобы расширить знания самарской публики об истории Франции. Но не только. Здесь можно, конечно, почерпнуть знания об исторических каких-то личностях. Познакомиться поближе с культурой Франции все желающие смогут до 19 декабря. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События.